и снова здравствуйте сегодня приготовим вместе с вами бисквитное пирожное с карамелью с шоколадом с посыпочкой с такой веселенькой будем поднимать себе настроение давайте вместе приготовим для начала берем 3 яйца берем 110 грамм сахара так как пол стакана если от весов берем 25 грамм какао это где-то две столовые ложки не полный и муки чуть чуть меньше стакана это 60 грамм ванили лент ванильный сахар и щепотка сода берем яйца вливаем в миксер можно ручным миксером делать взбиваем 3 яйца пока без сахара взбиваем на средних оборотах смотрите у нас яйцо немножечко взбилось в пенку теперь в два-три захода забрасываем туда сахар и взбиваем в хорошую такую плотную пену так смотрите белок у нас белок желтого яйца яйца с сахаром у нас тут взбиваются еще мало видите вот такая вот я сюда еще бросила щепоточку соли и пакетик ванильного сахара вот это еще мало еще такое текучие взбиваем еще яйца наши взбились переливаем их в кастрюльку миксера можно любым взбивать какой у вас есть взбивать уже долго 10 теперь берем сюда всыпаем нашу муку через сито рассеиваем здесь необязательно 2-3 приема муки мало если вам нужно больше порции бисквита увеличивайте аккуратненько перемешиваем снизу вверх и вот это время когда у нас взбиваются яйца нужно уже включить духовку на 170 градусов чтобы она у нас грелась и будем выпекать бисквит 40 минут перемешиваем чтобы мука с какао у нас полностью здесь разошлись в яйцах поднимаем снизу чтобы там у нас не оставалась мука вот 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 так вот про тряхиваем проверяем есть мука сухая еще есть размешиваем все размешали хорошо размешалось берем противень застеленной бумагой выливаем тесто разравниваем аккуратненько а 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 все разравняли можно стукнуть поставим в духовочку так смотрите у нас пока печется бисквит мы сделаем сейчас карамель сварим значит смотрите берем кастрюльку с толстым дном ну прям желательно с толстым дном включаем газ и даем ей нагреться пустой кастрюле так берем 160 миллилитров вот так в стакане почти почти в общем не полный видно да значит 160 грамм сливок жирных нам нужно их подогреть сливки жирностью 33 и выше желательно тоже ставим их разогревать на маленький огонь пока у нас будет сахар топиться у нас как раз сливки подогреется берем сахар 150 грамм вот так вот в стакане смотрите почти как сливки всыпаем в горячую кастрюлю и ждем пока расплавится начнет плавится сахар там внизу мы его пока не трогаем делаем маленький огонь и ждем так смотрите у нас карамель уже снизу расплавилась немножко сверху осталось мы ее перемешиваем не боимся мешаем чтобы растворился весь сахар так сливки у нас должны быть уже горячие пока растворится весь сахар сливки должны быть горячие так и ждем пока растворится сахар периодически помешиваем снизу не горел сахар должен раствориться так смотрите сахар наш растворился полностью берем наши сливки которые закипели должны быть горячие и понемножечку вливаем размешиваем 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 и и т т и т т Поаккуратнее нужно быть. Выключаем огонь и забрасываем сюда 100 грамм масла сливочного, порезанного кусочками и размешиваем. Размешиваем, чтобы масло полностью разошлось. И смотрите, берем такую хорошую щепотку соли, бросаем сюда, замешаем, все, карамель наша готова, масло разошлось, соль тем более разошлась, все, готовую карамель переливаем в тарелочку. Она пока горячая, жидкая, она остынет, она будет немножко погуще. Все, пока у нас бисквит печется, мы отставляем нашу карамельку, чтобы она у нас остыла. Сейчас будем делать пропитку для бисквита. Берем лимон, отжимаем сок. Добавляем лимон. Берем лимон. Добавляем лимон. Так, выливаем в стаканчик. Вот столько у нас сока лимонного получилось. Разводим его холодной кипяченой ладой, это у нас будет пропитка для бисквита. Сахар не добавляем, у нас будет карамель сладкая, кисленькая пропитка, такой вкус интересный. Всё. Так, бисквит наш готовый. Проверяем его палочкой, палочка сухая. Берем, переворачиваем его на рисковку обратной стороной. Снимаем пергаментную лимонаду. Кидаем остыть бисквиту. Пускай хотя бы минут 20 постоит, чтобы он не был горячим. Так, бисквит наш остыл. Отрезаем у него краешки, которые у нас подсохли в духовке. Так, бисквит наш остыл. Так, и нарезаем сначала квадратами. Так, бисквит наш остыл. Так, бисквит наш остыл. Так, бисквит наш остыл. нарезали теперь берем нашу пропитку и хорошо пропитываем пропитываем вот эту сторону которая лежала на бумаге на противне низ коржа пропитываем лимончиком с водичкой пропитываем лежаным так и оставим минут на 5 то будем карамель и смазывать 5 минут прошло берем нашу карамель она уже немножечко подостыла видите такая немножечко гуще стал берем смазываем как сгущенным молоком не жалеем так все смазали теперь берем находим для каждой половинки свою половинку соединяем там где у нас не одинаковые края мы немножечко подровняем вот это все это у нас лишнее осталось можем разрезать тоже соединить теперь берем смотрим где неровно отрезаем острым ножом края это все можно съесть там нет ничего страшного желающих съесть такой вкус такую вкуснятину я думаю в каждой квартире найдется подравниваем подравниваем где у нас косо криво вышло подравниваем и разрезаем на треугольнички так вот у нас должно получить такой сэндвич складываем так этот у нас у нас немножечко подровняем и разрезаем так делаем все наши заготовки смотрите берем шоколад любой какой хотите у меня черный я его растопила на паровой бане берем наши пирожки берем посыпочку можно без посыпочки а можно с посыпочкой веселее будет берем одно пирожное обмазываем пока шоколадом и макаем посыпку взякиваем положено поревочку обмазываем шоколадом все наши заготовочки бисквитные где-то краям уж неровные ничего страшного но все закроется посыпкой обмазали обмакнули складываем на тарелочку обмакиваем делаем все пироженки взяли кондитерский мешочек налили сюда нашу карамельку отрезали маленький уголочек манипусинки делаем сеточку сверху произвольно как вам хочется можно полностью залить и сверху камелью давайте полностью все наши пирожные готовы давайте будем пробовать пробуем отрезаем кусочек смотрите какой бисквит не сухой сочный шоколадный очень вкусно чувствуется легкая кислинка лимончик какой карамель чуть-чуть соленоватая шоколадный бисквит красота пробуйте готовьте приятного вам аппетита до встречи колокольчик приклеиваю